Как строить из керамических блоков, на наш взгляд, проще, чем из газосиликатных блоков, связано это с тем, что технологических операций во время производства кладочных работ намного меньше. Давайте сравним, сопоставим их количество. Всем известно, что крупноформатный блок и газосиликатные блоки имеют допуски в изменении геометрических своих размеров. То есть и тот, и другой материал по своим размерам имеет отклонение. Конечно, у крупноформатного блока этот допуск больше, у газосиликата меньше, но и тот, и другой блок имеют отклонения по размерам. Соответственно, при кладке из газосиликатных блоков она выполняется на клей, тонкошовная кладка. И для того, чтобы подогнать, убрать эти отклонения, пеноблоки и газосиликатные блоки требуются обрабатывать специальным рубанком, снимать эти неровности, подгонять блоки по размеру. Это достаточно трудозатратная и энергозатратная операция. Кроме того, после того, как вы обработали блок рубанком, вы должны сместить с этого блока все остатки от того, что вы сняли этим рубанком. Это первое. В кладке из крупноформатных блоков эта операция не выполняется, потому что выравнивание и нивелирование геометрических отклонений в размере блока выполняется за счет толщины растворного шва. То есть мы укладываем крупноформатные блоки на постель из теплого раствора. И с помощью этой постели мы можем нивелировать разницу в геометрических размерах. Второй момент. Армирование кладки блоков. Также известный факт, что газосиликатные блоки, кладку из газосиликатных блоков необходимо армировать в оконных проемах, дверных проемах. Для этого используется инструмент, делается борозда в этих блоках. Точно так же остатки от этой борозды нужно смести из блоков. Эти технологические операции достаточно, опять же, энергозатратные и отнимают время. В крупноформатных блоках нет необходимости армировать кладку с помощью каких-то борозд. Скорость производства этих работ существенно выше, а энергозатраты рабочих ниже. Ну и последнее, о чем нужно сказать, что, опять же, технологически вы, прикладки из газосиликатных блоков, должны использовать монолитные пояса и подушки опирания под перекрытия и перемычки железобетонные. В кладке из крупноформатных блоков в этом нет необходимости, потому что марочная прочность блоков выше. И она позволяет обустраивать опирания и железобетонных перемычек, и плит перекрытия непосредственно на кладку. Продолжение следует... Продолжение следует...